Здравствуйте, глубоко уважаемый председатель и глубоко уважаемые жюри. Представляем вашему вниманию научную работу, тема которой – синдром гипергликемии и минифестация диабета у детей города Саратов. Наиболее опасным осложнением диабета является диабетический кетоацидоз, частота которого в младшей возрастной группе может достигать 80% с высокой угрозой летальности вследствие отсутствия сформированных компенсаторных механизмов и развития отека мозга, в связи с чем актуальными являются вопросы ранней своевременной диагностики диабета у детей. Целью нашего исследования явилось приведение сравнительного анализа особенностей манифестации и своевременности диагностики сахарного диабета первого типа у детей города Саратов в 2015-2020 годах. К нами был приведен анализ данных истории болезни пациентов, поступивших на обследование и лечение в университетскую клиническую больницу номер 1 имени Миротворцева с синдромом гипергликемии. Приведено сравнение основных показателей с данными за 2015 год по работе картавых крупиной. Всего за период 2020 года поступил 81 ребенок в возрасте 7 месяцев 17 лет с различными проявлениями гипергликемии. Среди жалоб преобладали полидептии и полиурин, наблюдающие у 54 и у 46% пациентов соответственно, 39% жаловались на слабость, в 36% случаев отмечалось похудение, а у 16% детей полифагия. Жалобы на тошноту и боли в животе предъявляли 12% пациентов, а также отмечаясь одышка, липкость мочи и запах ацетона. Следует отметить группу пациентов с отсутствием клинических симптомов, случайным выявлением гипергликемии на догоспитальном этапе во время проведения медосмотров – 3% детей. Вторая группа случайных выявлений – дети с интеркурентными состояниями. У данных пациентов повышение гликемии в результате обследования основного заболевания отмечалось в 17% случаев. При дифференциальной диагностике у пациентов с выявленной гипергликемией были установлены следующие диагнозы. 62% приходилось на манифестацию сахарного диабета первого типа, нарушение толерантности к глюкозе было выявлено у 6% детей, а нарушение гликемии натощак у 1% пациентов. На неиммунные формы сахарного диабета приходилось 4%. В 25% случаев нарушение углеводного обмена было исключено. Хотелось бы отметить, по данным областного регистра, в последние десятилетия количество детей спервые выявлено сахарным диабетом первого типа в Саратовской области удвоилось. При этом обращать на себя внимание, что в период с 2011 по 2019 год заболеваемость выросла на 45%, а в 2020 году количество пациентов увеличилось на 29%. Также отмечается современная тенденция омоложения диабета с значительным увеличением группы детей раннего и дошкольного возраста. Большая часть пациентов предъявляла классические жалобы в виде полиури, полидепсии, слабости. Количество детей с похудением уменьшилось на 30%, что может свидетельствовать о более ранней диагностике. Значительно реже при обращении дети предъявляли жалобы на боли в животе, но увеличилась частота генитального зуда, тошноты. У 7% пациентов жалобы отсутствовали. До постановки диагноза на догоспитальном этапе дети обращались к специалистам различного профиля. Обращает внимание на значимое увеличение частоты обращения к педиатрам и инфекционистам, что связано с эпидемиологической ситуацией 2020 года, но при этом отражает доступность амбулаторной помощи в детской практике. Однако, хотелось бы отметить, что до постановки диагноза значительная часть пациентов одновременно наблюдались у нескольких специалистов с различными диагнозами. Так, 34% детей лечились у трех специалистов, а треть пациентов наблюдались у четырех специалистов. Длительность периода от момента появления жалоб до постановки диагноза составляла от одной недели до одного года. По сравнению с 2015 годом, в 2020 году можно отметить сокращение периода выявления диабета у большей части детей до одного месяца, что свидетельствует о более раннем выявлении диабета. Однако, у 21% пациентов длительность периода диагностики занимала от двух до 12 месяцев. Несмотря на сокращение периода выявления диабета, у 38% пациентов диагноз не был верифицирован на до госпитальном этапе. Дети наблюдались амбулаторно с различными диагнозами, и диабет был установлен значительно позднее. В 2015 году частота ошибок составляла 18%. Обращать на себя внимание факты ранней диагностики гипергликемии и глюкозурии на до госпитальном этапе в домашних условиях, что связано с большей доступностью глюкометров и других средств самоконтроля. Так, у 16% пациентов, в семьях которых имелись родственники с диабетом, гипергликемии была выявлена по глюкометру. У 13% детей выявление кетонурии и глюкозурии позволило быстро диагностировать диабет и избежать тяжелых состояний. Большинство пациентов были доставлены в стационар бригады скорой помощи. Часть детей госпитализировались по самообращению. Следует отметить, что 14% пациентов были госпитализированы не сразу, а только при повторном обращении в стационар через несколько дней, что способствовало поздней диагностике диабета в состоянии диабетического кетоацидоза. Наиболее частой причиной являлся отказ от родителей от госпитализации, отсутствие убедительных данных по гликемии в момент обращения. При оценке метаболического статуса пациентов на момент госпитализации количество детей с диабетическим кетоацидозом уменьшилось в два раза, однако частота при коме и коме оставалась на прежнем уровне. 40% пациентов нуждались в помощи интуитивной терапии. В 2020 году два пациента имели летальный исход, связанный с развитием отека мозга. Один ребенок раннего возраста двух лет с поздним обращением, второй пациент 14 лет с манифестацией диабета на фоне тяжелого течения COVID-19. Дети с манифестацией сахарного диабета в дебюте имели гликемию от 4 до 43 мм в литре. Уровень гликированного гемоглобина на момент диагностики диабета составлял от 4 до 17%. По медиане показателей достоверных отличий выявлено не было. Софетит был на низких значениях, что подтверждало сахарный диабет первого типа. Хотелось бы отметить, что диагностика сахарного диабета на догоспитальном этапе достаточно проста и не относится к дорогим исследованиям. Можно проводить исследования даже в домашних условиях с помощью глюкометра тест-систем для глюкозы и кетона в моче, что способствует ранней диагностике и предупреждению развития тяжелых состояний при манифестации. По результатам работы можно сделать следующие выводы. За последние 5 лет количество детей с манифестацией сахарного диабета первого типа в Саратовской области увеличилось на 54%. За последний год рост заболеваемости составил 29%. Несмотря на простоту и доступность диагностики сахарного диабета, частота поздней диагностики и наличие диабетического кетоацидоза на момент манифестации у детей города Саратов остается высокой. Летальность составила 1,5%. Причинами несвоевременной диагностики тяжести состояния детей с манифестацией сахарного диабета первого типа по-прежнему, как и в 2015 году, являются недостаточный уровень остороженности врачей амбулаторного звена, недостаточное информирование населения о проявлениях сахарного диабета первого типа как причина несвоевременного обращения за медицинской помощью. Субтитры создавал DimaTorzok